Здорово! Поступила новая информация о том, что готовится следующий крупный исторический тайтл Total War, помимо Вархаммера и помимо тех игр, которые мы уже знаем разрабатываются руками Creative Assembly. На официальном форуме они создали темку, где расписали, кто чем занимается и пообещали в будущем поддерживать эту темку и давать информацию о том, что происходит в студии. Итак, на данный момент существует 5 проектных команд, и это мы не считаем тех людей, которые ранее сделали Alien Isolation, они сейчас работают над Hollow Wars 2. Перед тем, как перейдем к обсуждению тайтлов, учтите, что разрабы не могут нам за 100% източностью говорить о тех играх, которые еще не анонсированы. К тому же, проекты постоянно переносятся, отменяются, переименовываются и так далее. Так что все то, что они нам сейчас рассказывают, может быть изменено. Также они будут внимательно смотреть за реакцией сообщества на это сообщение, потому что если пойдет много споров, срач и какой-то путаницы, то они перестанут вести эту темку и направят свои ресурсы на что-нибудь другое. Так что давайте стараться реагировать более-менее адекватно. Список проектов Creative Assembly включает в себя 5 команд и 5 игр. Я поговорю в них в порядке от самой менее интересной к самой интересной. Итак, самое неинтересное это команда Kingdom, где геймдиректор это Renault Carpenter. Они занимаются Total War Kingdoms, фри-то-плейная Total War франшиза, которая, честно говоря, по-моему, такое дерьмо, что о ней вообще не стоит говорить. Я ее пробовал, она скучная, она унылая, она заточена на донат. Сейчас она находится в стадии открытой беты, они готовятся к релизу и более ничего интересного там нет. Далее, второе место это команда Po'Arenia. Геймдиректор там Gabor Beresi. Сейчас они готовятся внести в игру ряд крупных изменений, которые подвинут ее от закрытого бета-теста к открытому бета-тесту. Ну, мы с вами примерно знаем, что там происходит. Очень интересный тайтл, и я надеюсь, что его ждет большое будущее. Также существует команда номер три. Это контент команда Po'Atilia, где геймдиректор наш любимый Джек Ластед, с которым мы провели, по-моему, в обнимку последние два года. Они уже два года как раз-таки потратили на разработку всякого контента для Рима, для Аттилы, и сейчас они сворачивают лагерь после того, как выпустят Славян в конце февраля, и будут переходить на поддержку Вархаммера. И где мы знаем уже, да, есть DLC за предзаказ, они уже готовят что-то еще помимо этого DLC, и пока об этом рассказать нам не могут. Далее, четвертая команда, она занимается Вархаммером, геймдиректор Ян Роксбор. В принципе, в Вархаммер говорят так много, что добавлять я ничего не буду. Игра в разработке из 2012 года, и это первая игра трилогии про Вархаммер, и выходит она 28 апреля. Самая интересная, самая большая команда, это команда номер пять, и они занимаются разработкой какого-то еще не анонсированного исторического тайтла, то есть нас ждет что-то именно классический Total War. Игровой директор там Янос Гаспар. Это команда, которая занимается новым тайтлом, она сделала Аттилу, и Аттила, как пишут нам разработчики, это самый продаваемый фоллоуап тайтл, то есть это мы сравниваем аддоны, которые уходили раньше, или Наполеон к Империи, Фотс к Сегуну и Аттилу к Риму. После окончания разработки Аттилы, эта команда закончила свои дела в конце 2014 года, она перешла уже в стадию препродакшна нового тайтла. Идет уже планирование ресурсов, расписание составляется, изучается эпоха, они потихонечку начали реализовывать какие-то прототипы своих идей. До анонса этой игры пройдет еще довольно много времени, как они говорят, это будет огромный исторический проект. Я прямо цитирую, это будет огромный исторический проект. Это будет не скоро, и пока что, как они говорят, нет смысла пытаться выявить какие-то более подробные тяги о нем. Ну что ж, я был очень рад услышать о том, что они делают новый исторический тайтл. Хотел бы задать два вопроса для комментариев. Как вы думаете, что это будет? Вопрос номер один. И вопрос номер два, что бы вам хотелось увидеть от этой новой игры? Я думаю, что это будет что-то по эпохе Империи или Наполеона, то есть 18-19 век, может быть даже чуть-чуть начало 20 века затронут. Но я бы хотел увидеть Mediol 3, потому что Mediol 3 был бы суперспешным тайтлом, как и ROM 2. На этом все, спасибо, пока.